5 октября свой профессиональный праздник отметили работники сферы школьного образования. С днём учителя своих педагогов поздравляли в каждой школе, устраивая праздничные мероприятия и замечательные концерты. На одном из таких мероприятий в 4-й Ленинёвской школе удалось побывать и нам. Большую перемену, а по-другому праздничный концерт, организовали учащиеся школы для своих педагогов. Время, когда ненадолго можно отвлечься от предстоящих уроков, от объяснения у доски нового материала, от беспокойства, все ли поняли тему. В эти минуты учителям предложили отдохнуть, расслабиться и просто наслаждаться моментами, когда со сцены звучат поздравления и пожелания. Хочу сегодня поздравить своих коллег с этим замечательным праздником. Вот для меня два любимых праздника – это день рождения и день учителя. Я не знаю почему. В этот день, в эти праздники мы получаем столько положительных эмоций, столько слов благодарности, любви, тепла, столько энергии. А энергия – это жизнь. Не просто жизнь, а качество жизни, я бы даже так сказала. Вы сегодня получили много теплых слов, пожеланий. Повторять я их не буду. Хочу пожелать вам быть нужными. Нужными для всех. Для семьи, для детей, для родителей, для мужа. Ну, в общем, для близких своих. Быть нужными на работе. А на работе вы очень нужны. Потому что вы вот это ощущаете, у вас нагрузка какая, да? Были бы не нужны, нагрузки бы не было. Быть нужными везде. Для близких, друзей. Для просто знакомых. Когда к вам обращаются с просьбами, значит, вы нужны. И пусть нам кажется, что все, устал, запрошен, ну, все, не хочу ничего. Но вы нужны, и это важно. А пока мы нужны, значит, мы живем. С праздником! Теплых и искренних слов, идущих от сердца, много не бывает. В профессиональный праздник они приобретают особую значимость. Это укрепляет веру в себя, в то, что профессиональное движение идет в правильном направлении. Уважаемые коллеги, от души поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем Учителя. Большое спасибо вам за то, что вы ведете наши детей в верхней дороге. Страну знаний, мудрости, добра. Пусть ваша работа вам приносит только положительные эмоции. Я желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и прекрасного настроения в этот осенний праздничный день. Ну, а для меня лично Леневская четвертая была, есть и будет первой. С праздником! Одной из традиций празднования Дня Учителя в четвертой школе является чествование и награждение педагогов, посвятивших себя выбранной профессии и отмечающих в этом году юбилей в ней. Сорок лет имеет педагогического стажа наш директор Гуляева Татьяна Юрьевна. И вот с первого дня в нашей школе. Благодарность объявляется Слободянит Иринина Талаевна. Сорок лет! Тоже в нашей школе. Приглашаем! Звягим Смолу Юрьевну, 30 лет педагогического стажа. Не верится! Итак, 30 лет педагогического стажа. Шелест Елена Анатольевна. Дальше. Правого Наталья Николаевна. 25 лет педагогического стажа. И плюс 10 лет в школе. 11 лет в школе. 10 лет в школе ученицы. 35 лет. Чанова Оксана Тимофеевна. 15 лет в школе ученицы. Но мы ее не поменим, но мы ее поставим позже. Высказать обязательно нужно. 10 лет педагогического стажа. Румянцева Марина Викторовна. И 11 лет в школе ученицы. 10 лет меня поправляют. Владимир Анна, 11 ученицы. 10 лет педагогического стажа. Степанова Оксана Николаевна. И первый юбилей. 5 лет педагогического стажа. Острый Денис Александрович. Двойные юбилеи. Юбилеи педагогическому стажу. Юбилейный год школы. Это вообще прекрасно. Еще раз аплодисменты. Ну а какой же день учителя без поздравлений от учеников. С юмором и без в музыкальной, поэтической и прозаической форме ребята дарили своим педагогам настроение. Музыка. С юмором и без в музыкальной, поэтической и прозаической форме. С юмором и без в музыкальной, поэтической и прозаической форме. С юмором и без в музыкальной, поэтической и прозаической форме. Организаторы мероприятия предусмотрели для учителей приятные сюрпризы. Одним из них стало вручение подарков педагогам, удачно занявшим так называемые счастливые места. Номерочки на стульях давали право выйти на сцену и забрать свой подарочек. А сейчас в наблюдении. Наши педагоги умеют все. Преподавать так, чтобы становиться зауреатами конкурса «Учитель года», сдавать нормы ГТО на золотой значок, писать проект, получающий золотые и серебряные метали учтливо. А еще они поют, пишут стихи, делают театральные постановки и танцуют. Ну тогда сюрприз для вас, а же самые любимые и таланты. В зале есть три счастливых места. Посмотрите внимательно, может быть кто-то из вас и на одном из других мест. Это должно быть на спинке, без меня не ошибаются. Бокус тула, с бокус тула. Все нашли? Итак, номер один. Мы просим вас подняться на сцену. Вы становитесь обладателем куклы, сделанной ученицей нашей школы, от Алины Атаулиной. Номер два. Этот номер на его право принять участие в любом из концертах и прочитать стихотворение. Я вас поздравляю, желаю вам крепкого, крепкого здоровья, вдохновения, удовлетворения в своей работе, чтобы детки вас слушались, родители, уважаемые. Счастья вам, всего-всего Бога. Номер три. Вы и ваш класс поют песню на концерте, посвященному Дню Матери. А какого у нас выпуска номер три? Людмиле Харисановне. Бурные аплодисменты и Матерской. День учителя – праздник мудрости, света, доброты и благородства. В этот осенний день педагоги чувствуют всю любовь своих воспитанников и понимают, что старания научить не были напрасными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова